Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказала. Не знаю, как сказать. Учитывая рост цен. Это все бесполезно. Народное мнение. 12 часов и одна минута в нашем городе. В прямом эфире начинается программа «Народное мнение», передача, в которой мы можем с вами пообщаться по обозначенной теме. Слушать нас можно, напоминаю, не только настроив свой радиоприемник на частоту 101.0, но и на сайте эхокирова.ру, а также в нашем телеграм-канале. 211-101, прямой эфир, 8909-720-101, номер для ваших сообщений. Тема сегодня передачи летняя, потому что в последние недели в нашем городе стоят солнечные, теплые и даже жаркие дни. После двух пандемийных лет, 2020 и 2021, в нашей стране оживилось такое направление, как внутренний туризм. Учитывая международную обстановку, надо полагать, что оно будет одним из приоритетных, по крайней мере, в ближайшие годы. Государство, как известно, внедрило различные меры поддержки, в том числе так называемый туристический кэшбэк, когда часть потраченной на поездку суммы возвращается. И благодаря этому многие наши соотечественники, жители в том числе нашего региона, стали открывать впервые или вновь природные достопримечательности и достопримечательности, созданные людьми. О том, что внутренний туризм надо активно развивать и в нашем регионе, мы слышим много лет. Кто-то замечает движение к этой цели, кто-то не очень, но надо признать, что сделано немало. Появились ресурсы, где подробно перечислены маршруты, конкретные объекты, которые можно посетить, как добраться, на чем добраться. Есть удачные примеры развития бизнес-проектов в этой сфере. Но, с другой стороны, читая отзывы людей, которые отдыхали в Кировской области, понимаешь, что зачастую чего-то не хватает. Какой-то изюминки, что ли. Где-то проблемы с инфраструктурой, те же дороги, вопросы по качеству и разнообразию предоставляемых услуг, проблемы с навигацией, благоустройством и так далее. Но все это так или иначе отталкивает. И, наверное, самое неприятное, когда человек раздраженно говорит, ну все, я съездил и больше туда никогда ни ногой ни за что. В общем, можно ли хорошо и качественно отдохнуть, не выезжая за пределы области, как вы думаете? Насколько разнообразен у нас отдых, положительные нюансы, отрицательные моменты, ваш опыт посещения тех или иных мест, понравилось, не понравилось? Посоветуете ли вы эти локации тем, кто приехал к нам из другого региона? Давайте общаться. 211-101, прямой эфир, напоминаю, и номер для сообщений 8909-720-101, как традиционных смс, так и сообщений в мессенджерах, самых популярных. Накануне совместно с журналистами газеты «Источек новостей» мы те же самые вопросы задавали жителям нашего города на улице. И так получился традиционный опрос. Сейчас мы услышим его аудиоверсию. Ну а видео, да, мы еще и делаем видео, напоминаю, можно посмотреть уже прямо сейчас в группе нашей радиостанции ВКонтакте, а также в группе ВКонтакте газеты «Источник новостей». Итак, что у нас получилось, какие ответы мы услышали от горожан, услышим прямо сейчас. Народное мнение. Какие достопримечательности посоветуете посмотреть, куда съездить? На улице с Паской, наверное, что там красиво. К Вечному огню на набережном Грина там очень красиво тоже. На театральную площадь можно съездить очень красиво. Погулять, да. В Александровске. Исторический центр вообще красивый. А в области, если брать всю область, куда можно съездить? Ой, вот это не могу сказать. Не можете сказать? На скалы в городе Советск. Советск. Да. Реканин, да. Ну, по-моему, там очень тоже красиво на скалах. Я даже не смогу ничего как бы подсказать. А почему? Потому что как-то глаз замылен, что называется. Все, уже ничего не знаем, никуда не ходим, кроме вот театральной площади. Ходим здесь, потанцуем еще. Раньше помоложе были, садили в театр, интересовало. И все развлечения. Ну, а в целом, как считаете, есть у нас вот такие места, которые действительно привлекательны для жителей других городов? А вот не знаю. Конечно, театральную площадь в первую очередь. Потом пруды у сырка можно посмотреть. Потом набережную великолепно просто. Ну, сходить на пляж. Ну, лучше, конечно, не на ветку, как вариант, а куда-нибудь отъехать чуть подальше. Там вода глубже, скажем, чище, лучше условия просто. Ой, область, там все эти озера, там Шайтан, Лежнинская, там, то есть, там эти котельнические валуны, там можно посмотреть. То есть, много достопримечательностей природных этих заказников, памятников. В общем, есть что посмотреть. Ну, в принципе, да. Это среднерусская классическая полоса. В основном природу, потому что в городе сейчас пожаре, вот, я думаю, что, ну, не самый лучший вариант. Самые, на ваш взгляд, такие яркие, красивые места в Кирове? Рифонов монастырь. Так. Набережная. А если, братья, область в целом куда-то может съездить подальше от Кирова, что вам нравится больше всего? Ну, вот, насколько я слышала, это советский район, там, где скалы у нас есть. Вот, вчера видела фотографии замечательные, у меня родные ездили. Поселок Первомайский, по-моему. Вот там какие-то чудесные просто белые озера, потому что там известковые какие-то вот эти почвы. Куда бы посоветовались сходить? Какие достопримечательности на заметочку с этим? Знаете, я сам Кировой первый раз. Набережная хорошая. Побывал. Парк Александровский. Ну и от вечного огня это по берегу прошелся. А вот желание сейчас есть где-то побывать? Возможно, не в Кирове, где-то еще в область съездить. Вы знаете, есть везде мне желание. Набережная Грина. Набережная Грина? А что еще? У цирка погуляйте. У цирка. А если область всю брать? Возможно, знаете, там что-то в Советске хорошее место. Советск это Немда? Да, да, в Гории есть, где-то, да. Больше не знаю ничего такого. Озеро Цоя есть красивое. В Лободском районе, да? Озеро Шайтан, река Немда. Чебе скушение соваться там, ничего не интересно. Просто поскольку условий нет, это все уходит на нее. То есть, если мы берем Казань, они отстроили Урам-парк, у них сейчас бешеный скачок в плане этого. То есть, там и сборная России тренируется по БМХ. Ну, в целом, есть что посмотреть или так? Хотелось бы побольше. Есть, но за два года это надоедает и больше получается пойти никуда. Одно и тоже. Мало каких-то мест, которые можно посетить. Да, вот с этого года решили всякие выставки посещать, ну, хоть чем-то заняться. Усилием воли. Потому что все уже обошли, и как бы пытаешься найти новое каждый раз. Бывает, иногда этого очень не хватает. Ну, наверное, первое – это сходить на набережную. Набережную. Это первое место. Второе, не знаю, Парк Победы, возможно. А если область брать? Область. Да, что в области можно посмотреть. Наверное, съездить на Вятские Мальдивы, так называемую, в Савоповском, где голубая вода. Вот именно туда я бы советовал съездить. Я бы уехала на юго. На юго? Я всю жизнь ездила туда, и наши санатории я ни один не признаю. И не хочу туда ездить. То есть, на ваш взгляд, лучше вообще покинуть территорию Кировской области? Ну, это люди, да, молодежь покинули. Как у меня сын. Уехал в Питере живет, а внук Голландию. Народное мнение. Такой получился опрос, записанный на улицах нашего города. Видеоверсию, еще раз повторюсь, можно увидеть в нашей группе ВКонтакте. И в группе ВКонтакте газета «Источек новостей». Кому-то из кировчан не хватает условий для отдыха. Кто-то не считает, что у нас здесь классно можно провести время. Кого-то все устраивает. Кому-то надоело уже все спустя два года. А что вы думаете по этому поводу? Где отдохнуть? Посоветуете ли вы эти места кому-то своим родным, которые живут в том числе в других регионах? 211-101. Давайте общаться. И смс, и сообщения в мессенджерах принимаются на номер 8909-720-100. Ну, я, конечно же, решил поинтересоваться отзывами об отдыхе в Кировской области жителей других регионов. Регионов полно таких сайтов в интернете. Вот, например, на одном из популярных ресурсов оставлены следующие замечания по поводу времени, проведенного на территории Кировской области. Достоинства. Красиво и недорого, пишет один из пользователей. И самый большой недостаток – это ужасные дороги. Ездил на своем автомобиле. Дороги ужасные. Когда приехал в сам город, впечатления остались хорошими. Больше всего понравилось в парке аттракционов. Очень большое и красивое колесо обозрения. В общем, отдохнуть получилось в свое удовольствие при минимальных затратах. Следующий отзыв, достоинства. Самое главное в нашей области – это первозданная природа. А самый большой недостаток – опять-таки отсутствие дорог. В Кировской области, пишет мужчина, живет теща у него, которую регулярно он навещает. Места первозданные. Красота природы неописуема. Единственный минус, он же огромный – полное отсутствие дорог. Добраться проще на вертолете. Ну, на вертолете это, конечно, хорошо, но дороговато. Не всем доступно. В следующем отзыве тоже говорится о том, что у нас в регионе очень красивый воздух свежий. Это пишет жительница Московской области. Но, опять же, ссылается на то, что у нас не очень развита инфраструктура. Красивые места, много народа, рыбалка на Вятке в Варбашском районе. Очень понравились места шикарные, природа райская. Это очередной отзыв. 211-101, прямой эфир. Мы можем и с вами пообщаться. Ну, а сейчас побеседуем с Еленой Дунюшенковой, директором Центра развития туризма Кировской области. Елена, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. У нас прекрасная погода в последнее время в городе и области наблюдается. И мы с вами прекрасно помним, говорили о начале туристического сезона в нашем регионе. Туристический сезон в самом разгаре. Постоянные мероприятия проходят. Как вы оцениваете, как продвигается туристический сезон на данный момент? Насколько активно к нам едут люди из других регионов? Сами жители Кировской области пользуются различными туристическими услугами? В общем, такие промежуточные какие-то результаты. Этот летний сезон, естественно, он беспрецедентный, потому что люди очень сильно соскучились по путешествиям, в том числе и путешествиям недалеким, и по своему региону, по соседним регионам. Очень сильно поменялся у нас профиль туриста. То есть, если раньше к нам больше ехали соседние регионы, то сейчас мы прям фиксируем пик туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. То есть, столицы все-таки, видимо, поехали по регионам, в том числе по Кировской области. И я думаю, что этот год покажет значительный рост туристического потока. Это отмечают и площадки наши, которые фиксируют по проходным билетам туристический поток. Поэтому в этом году действительно мы ожидаем очень хороший, значительный прирост. А что, в первую очередь, интересует тех же жителей столиц Москвы и Санкт-Петербурга? Куда? Что это отдых на природе? Это базы отдыха, санатории? Больше, наверное, это культурно-познавательный туризм. Выходные дни в городе Кирове. Достаточно большое количество объектов, особенно для тех, кто отдыхает с семьей. Достаточно большое количество площадок, где будет интересно и детям, и взрослым. Все это недалеко от города. Плюс транспортная доступность Кирова, естественно, позволяет достаточно просто для него добраться из любой столицы различными видами транспорта. Кто-то путешествует транзитом, кто-то едет целенаправленно в Киров отдыхать. Что касается жителей Кировской области, естественно, они больше выбирают районы, потому что Киров они знают лучше. А гости нашего региона – это в основном город Киров, появились лежащие площадки. А известно, где гости из других регионов вообще узнают о наших туристических возможностях, где провести время, отдохнуть? Что это за ресурсы? Откуда они черпают информацию? Мы работаем над тем, чтобы все-таки про Кировскую область узнавали, как и из-за федеральных ресурсов. Сейчас достаточно большое количество внимания уделяется таким ресурсам федеральным, как Russia Travel и Роспас, где присутствует Кировская область. Эти ресурсы поддерживаются Ростуризмом и достаточно большое количество информации там можно подчеркнуть. Я думаю, что многие видели и рекламу данных ресурсов по федеральным каналам, поэтому из них подчеркивают информацию. Также это социальные сети. Ну и на самом деле очень здорово работает сарафанное радио, самый, пожалуй, надежный источник информации. Когда люди из уста в уста, да, что называется, передают информацию о том, куда съездят. Да, потому что у всех практически туристов от Кировской области некий такой вау-эффект. Не всегда ожидают такого высокого уровня качества достопримечательностей, качества туристических услуг. Поэтому вот за счет в том числе, как-то люди друг другу рассказывают, и, естественно, туристический поток увеличивает. Ну, кстати, вы ведь активно общаетесь с коллегами из других регионов. Нет ли некой конкуренции, перетягивания отдела на себя? Каждому ведь хочется, чтобы именно к нему приехали. Нам, в Кировскую область, жителям Удмуртии, чтобы в Удмуртию, да. Как, собственно, удовлетворить эти вопросы? Естественно, всем хочется, на самом деле, как и туроператорам, так и регионам, заниматься приемом туристов. Всегда это, конечно, более интересно, чтобы деньги оставались в регионе. Но в нынешней ситуации мы прекрасно понимаем, как и наши соседи из других регионов, как и федеральные структуры, такие как Ростуризм, что развитие каждого региона самостоятельно, то есть вариться в своем соку, это не получится. Необходимо развивать, в том числе, межрегиональную историю, кооперироваться, обмениваться туристами. Поэтому, в принципе, и тренд федеральный, он больше нацелен на такую историю, то есть чтобы была некая коллаборация между регионами, потому что мы прекрасно понимаем, что в рамках нашей большой страны один в поле не воин. Ну, а, кстати, давайте напомним, сейчас вот существует это как раз коллаборация между региональными специалистами по туризму. Вот я у вас почитал в группе ВКонтакте, что недавно, например, эксперты из Удмуртии приезжали. О чем договорились? Есть у нас сейчас возможность посетить несколько регионов разума? Да, конечно, и наши туроператоры перепрофилировались во многом из тех, кто возил в основном в южные регионы, тех, кто предлагает туры как межрегиональные, так и туры по Кировской области. Естественно, раз появилось такое предложение, есть и спрос. Мы в том числе работаем с туристическими администрациями регионов, чтобы нашим туроператорам, туроператорам других регионов было удобнее взаимодействовать между собой. Мы работаем с российскими железными дорогами в рамках федерального, например, проекта «Яркие выходные» в Приволжье, который у нас успешно реализуется. Достаточно большое количество туристов, организованных из разных регионов, едут. Но все-таки я бы, наверное, подчеркнула, что тренд этого года – это самостоятельные туристы все-таки. Поэтому тут уже в большей степени, наверное, включается конкуренция за индивидуального туриста. Которые полностью сами просчитывают маршрут, куда поехать, сколько денег прикидывают бюджет, сколько денег потратят на это все, на что у них хватит. Да, зачастую путешествуют на своем транспорте, едут через несколько регионов и, соответственно, останавливаются. А, кстати, вот «Ласточка» Киров-Нижний Новгород, поезд, да, недавно открытый. Как-то вы отслеживаете, повлияло это явление на увеличение турпотока к нам? Или трудно сейчас сказать? Пока еще, конечно, сложно сказать. События достаточно недавние. Но я уверена, что комфортабельный, скоростной транспорт между регионами так или иначе положительно будет влиять на турпоток в обе стороны. Потому что без хорошей скорости, без комфортного передвижения, естественно, развитие туризма достаточно сложно будет продвигаться. А тут появилась дополнительная замечательная возможность, как бы, иницированная правительством региона, за что им огромное спасибо. И я думаю, что это как раз в том числе повлияет, потому что Нижний Новгород очень часто бывает, у нас. Мы бываем у Нижнего Новгорода, поэтому я думаю, что это как раз в плане развития межрегионального сыграет очень положительный эффект. Вот я тут нашел данные по 2019-му, еще до пандемийному году, где говорилось о том, что наш регион за год посетили, еще раз повторюсь, 2019-й посетили более 300 тысяч туристов. Интересный вопрос. А как они считаются? Вы там немножко упомянули, по входным билетам как-то там идет подсчет. Что значит турист для нас? Ну, в самом деле, генеральная статистика подсчета – это количество ночевок. Естественно, мы понимаем, что эта статистика на данный момент устарела, потому что большое количество туристов транзитных, большое количество тех, кто, например, не ночует в регионах, либо ночует, например, в палатке, тоже туристы, но при этом они не регистрируются в гостиницах. Сейчас мы практически считаем вручную. Это данные статистики как раз ночевки, это посещение туристко-информационного центра, данные площадок, операторов, районов наших. Но это достаточно громоздкая история. Мы все-таки надеемся, что будет принята на федеральном уровне какая-то понятная и более быстрая система подсчета как раз туристического потока. Сейчас их существует большое количество, но вот той, которая была бы идеальна для регионов, пока, конечно, к сожалению, нет. Например, на мой взгляд, если человек приехал в Киров, ну, предположим, на деловую встречу, он приехал утром, а встреча вечером, и у него есть день, чтобы прогуляться, посмотреть, что-то посетить, это тоже в определенном смысле турист, да? Но он не ночевал. Да, вот их, конечно, отследить очень сложно, вот этот поток. Стараемся их вылавливать так или иначе, потому что больше, гораздо людей стало посещать туристко-информационный центр. Культура посещения туристко-информационного центра, конечно, популяризируется, и в том числе мы там фиксируем дополнительный поток, который есть у нас в регионе именно самостоятельных туристов. Да, у гостиницы «Вятка» на Октябрьском проспекте, напомним, находится туристко-информационный центр. Действительно в этом году ощущается такое более пристальное внимание к услугам этого заведения? Да, я согласна, так и есть. Люди приходят, особенно как раз те, кто путешествует самостоятельно, на машинах, заходят, просят помочь, сформировать им программу, просят подсказать, где остановиться, где покушать, куда поехать, либо, например, присоединить их к туроператору, к какой-то группе. Ну, то есть люди интересуются, и удобно, когда есть одно окно для туристических запросов. Это бесплатно все делается, да? Абсолютно бесплатно, да. Вся эта информация, вся эта помощь предоставляется абсолютно безвозмездно. Ну что, успешного продолжения работы. Желаю вам удачи. С нами была на связи Елена Данюшенкова, директор Центра развития туризма Кировской области, туристко-информационный центр. Я думаю, что прекрасно уже многие знают, где он находится, и по соответствующим вопросам отдыха, туризма, путешествиям можно обратиться именно туда. 211-101, прямой эфир, можете дозвониться, давайте пообщаемся. Считаете ли вы, что наши достопримечательности природные или созданные человеком могут составить конкуренцию популярным российским, может быть, даже зарубежным курортам? 211-101. И вот как раз сейчас Елена Данюшенкова упомянула о популярном уже раскрученном сайте Russia Travel, специально созданном для тех, кто желает путешествовать по родной стране. И да, там появился большой очень раздел, посвященный именно нашей Кировской области. Прямо тут по разделам разбито то, куда можно поехать, что посмотреть. Но вот чуть позже, я думаю, озвучу. Сейчас со слушателем пообщаемся. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Петр. Да, Петр, вы путешествуете по Кировской области и считаете ли, что в нашем городе и в регионе в целом много достойных мест для того, чтобы там побывать и хорошо провести время, отдохнуть душой, что называется? Или у вас иная точка зрения? У меня двойственная точка зрения, потому что в теории этих мест у нас хватает, а вот на практике у нас их нет. Поясните. Потому что для какого-то внутреннего туризма по области нужна соответствующая инфраструктура для этого туризма. Ну, дороги в первую очередь. Дорога, по которой можно добраться. Да, в первую очередь. Да, да, слушаю вас. В первую очередь дороги, во-вторых, инфраструктуру, я имею в виду гостиницы, кафе, организация туров. Вот, для этого у нас как-то вот, я этого не наблюдаю централизованно. А вы говорите на основе конкретного опыта, то есть вы куда-то пытались съездить, но вам не очень в итоге понравилось. Ну, мы с друзьями объездили практически всю область, и вот, собственно, по опыту я этого и не наблюдаю. Ну, вот, например, назовите точку на карте в Кировской области, где вы побывали за последнее время. Ну, например, Вятская поляна. Ехали вы туда за тем, чтобы просто прогуляться или посетить музеи местные? Да, ехали мы туда за тем, чтобы просто покататься по области. Маршрут был выбран, ну, был произвольен. Так, и что в итоге? Какие впечатления остались от самого южного города нашей области? В принципе, никаких практически. Да? То есть, зря потраченное время или что это получилось? Ну, вы знаете, природа у нас красивая. Ну, это да. Вот это самое главное впечатление, которое осталось. То есть, кроме природы, вот этого первозданного, того, что нам дано планетой нашей, никакого благоустройства человеческими руками произведено, не было, что ли, получается? Оно есть, но, как бы это сказать... Вот, например, сейчас постараюсь сформулировать это точнее, но можно же организовать, я не знаю, какой-нибудь тур по области, по областным центрам, а не несколько мужиков просто собрались, сели в машину, поехали куда глазах, где-то. Дикарями, как говорится, да? Да, дикарями. В общем, я так понимаю, вы достаточно скептично настроены в отношении отдыха внутри региона, инфраструктура страдает, дороги, а в плане благоустройства мест отдыха тоже есть претензии? Да, какого-то особого благоустройства, именно мест отдыха для туристов я не заметил. Ну, вот обычное кафе, примерно более-менее одинаковое у всех обоих районных центров, да. Где побывали вы. Да. Все примерно как везде. Ну, это не рассчитано на привлечение туристов, а для своих отдохнуть. Для своих, кто живет рядом, рядом, недалеко где-то, да? Да. А в ближайшее время куда-то собираетесь по области поехать? Или все, наездились, насмотрелись? Да, куда-нибудь соберемся, но точно так же маршрут мы не планируем заранее, выбираем производство. За день до уезда. Спасибо, Петр. Такое мнение прозвучало. Часть народного мнения. Благодарю. 211-101. Номер для ваших звонков и номер для сообщений, смс в мессенджерах 8909-721. Итак, возвращаясь к сайту популярному российскому Russia Travel, где есть большая страница, посвященная Кировской области, прямо по разделам у нас для детей. Например, Динопарк в Котельниче, Юркин парк, интерактивный музей Эврика, Воснецовская тропа, заповедник сказок, тропа Йети. Что касается природных достопримечательностей, то, конечно, заповедник Нургуш здесь отмечен, Соколе-гора, заказник Пижемский, природный парк Серебряные копытца, озеро Лежнинское, Жуковлянские волны, пруд имени Виктора Цоя. Вспомнили о нем сегодня чуть раньше в рамках опроса, который мы записывали на улицах города. Озеро Шайтан, разумеется, Бушковский лес. Ну, тут большой, да, большой очень список мест, куда можно поехать. И, собственно, кликая на каждую из этих достопримечательностей, можно подробно увидеть схему путешествия, подробности этого путешествия, как добраться, какие услуги можно получить и по пути, и на месте. В общем, сайт достаточно информативный, на мой взгляд, и довольно-таки удобный. Еще с одним экспертом хочу пообщаться прямо сейчас. Это Ольга Лобастова, руководитель Центра активного отдыха «Летучий корабль». Ольга Анатольевна, приветствую вас. Здравствуйте, добрый день. Да, спасибо большое, что вышли на связь. Очень хочется получить какие-то оперативные данные о вашей работе вот в эти теплые, жаркие, даже солнечные летние дни. Насколько активно туристы отдыхающие идут, едут в «Летучий корабль», какие направления пользуются. У меня наибольшей популярностью прямо сейчас. Расскажите, пожалуйста. Да, ну у нас действительно сейчас горячее время. В июле это у нас пиковый интерес к нашим активным турам, это сплавы по рекам Кировской области. Мы каждый год увеличиваем количество маршрутов, потому что уже есть большая часть постоянных клиентов, которые хотят новый маршрут, новые впечатления. И у нас в выходные на трехдневные, двудневные туры уходит нынче до 120 туристов по разным маршрутам. Это такой хороший показатель для нас. А в прошлом году, в позапрошлом году, то есть чтобы представить, насколько увеличилось, насколько существенно? Ну, было меньше, потому что у нас даже было меньше снаряжения. Мы увеличили объем снаряжения нашего, который позволяет принять большее количество туристов. Конечно, это в основном наши кировские туристы. И, ну, какая-то часть иногородних туристов, вот недавно у нас уехала семья из Воронежа, которые приезжали специально на сплав. Бывают москвичи. Да, ну, вот мы здесь позиционируемся как действительно внутренний туризм. Мы показываем свою Кировскую область для жителей Кировской области. Ну, по крайней мере, мы понимаем активный туризм, и дальше будет еще больше получать вот эту популярность. А из других направлений, кроме сплавов, да, что еще востребовано? В заповеднике сказок у нас, конечно, и ивенты корпоративы, и детские группы приезжают. Часто это индивидуальные экскурсии, потому что вот приедет какая-то семья из другого региона, и мы их можем принять даже индивидуальной группой. А иногородние группы на двухдневные туры в июле не так часто приезжают, потому что организованных детских групп нет в это время. Ну, вот такая семейная аудитория приезжает. За лето у нас их было буквально там несколько. Ну, заповедни сказок пользуются популярностью по-прежнему. А как много... И у нас еще... Да-да-да, продолжайте, простите, что перебил. Сейчас мы готовимся к новому проекту, беспрецедентному, так скажем. Мы реализуем федеральный проект «Россия – страна возможностей», и мы должны наших детей из Кировской области, из районов в Кировской области, привезти на двухдневный тур в Киров с экскурсионкой. И это ни много ни мало мы планируем тысячу детей. Угу, приличная цифра, да. Это финансируется федеральными средствами, и очень удачно, что мы в эту программу смогли попасть и дать эту возможность кировским детям полностью бесплатно приехать на два дня в Киров. Послушайте, уникальные события, да, безусловно. Да, да. Мы в мае реализовали по другому федеральному проекту тоже тысячу детей, но там было только именно кировские школьники города Кирова на такую короткую программу. А сейчас вот уже двухдневно. Это такая наша следующая ступенька, которую мы должны преодолеть. Вот мы сейчас полностью этим заняты. Да. В общем, перспективы хорошие, новые направления появляются, и вы чувствуете спрос и потребность у обычных людей, да, и у жителей Кирова, и у жителей других регионов в том, чтобы они активно отдыхали на просторах нашей области. Благодарю вас, Ольга Лобастова, руководитель Центра активного отдыха «Летучий корабль». В общем, было бы желание. Такой вывод я делаю. Если хочешь хорошо отдохнуть, разнообразно, увлекательно, то поинтересуйся, а какое предложение есть. А предложения, я вас уверяю, имеются. 211-101, прямой эфир. Пока будет сейчас идти реклама, вы можете дозвониться и высказать свое мнение, свое впечатление об опыте отдыха в нашем регионе, о возможностях туристических области, что посоветуете, что покритикуете. Пожалуйста, звоните, пишите. А сейчас реклама. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение. 211-101, жду ваших звонков и ваших сообщений на номер 8-909-720-101-0. В рекламной паузе продолжил читать отзывы жителей других регионов об отдыхе в Кировской области. Наткнулся вот на такой комментарий. Ужасный город. Я, к сожалению, не знаю, из какого региона. А, из Челябинска, пишет этот человек. Ужасный город Киров. Люди озлобленные. Все делают, как будто бы тебе одолжение. Зачем тогда выбирать работу, которую ты ненавидишь и всем своим видом это показываешь? На дорогах каждый день найдется какой-нибудь нарушитель. Ну и так далее. Вот неприятные впечатления остались у человека о посещении нашего города. Следующий отзыв. Очень плохо организовано движение на дорогах. Отсутствует разметка. Водители вежливостью не отличаются. Были проездом. Городу необходимо видать хороший хозяин. Кто бы спорил. Мы здесь тоже много лет считаем и повторяем, что хорошая, крепкая хозяйская рука нам не помешает. 211-101. 10 минут у нас есть для того, чтобы пообщаться. Сейчас я хочу побеседовать с Анатолием Курбатовым, координатором движения «Красивый Киров». Он активно путешествует по Кировской области, о чем информирует всех желающих в своих социальных сетях. Анатолий, приветствую. Добрый день. Да. Говорим сегодня о внутреннем туризме. Вот по твоим ощущениям, меняется ли в этом отношении что-то в последние годы, как выглядели наши туристические объекты много лет назад, как они выглядят сейчас. Насколько они привлекательны, насколько в них вот этот потенциал есть, чтобы действительно они привлекали внимание, да и что вообще может привлечь внимание и у нас, и у тех, кто приезжает из других субъектов. Посмотрите, спрос на внутренний туризм в России и в Кирове просто растет огромными темпами. Я даже считаю, это по своей башне, которая по факту представляет собой просто трехэтажную груду кирпичей. Башня в Слободском, напомним, да. Да, да, еще и получается далеко от города. И тем не менее, у нас только в этом году уже больше двух тысяч человек на ней побывало, в том числе и из Швеции, и из Германии приезжали люди. То есть Петербург, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород. Просто большой-большой спрос. Поэтому спрос высокий. По поводу делать-то, а что-то не делать, Григорьевич, я думаю, что, скорее всего, не делается. Потому что, если брать киров, то самое полярное место сейчас это просто дырка в заборе, Миринамство 26-24, да. То есть, ну, на самом деле, если вот брать новогодние каникулы, я тоже, у меня приезжали друзья, знакомые, и мы с ними ходили, еще группа архитекторов была. И в Кировеческом музее, допустим, было, ну, практически не было народу, а вот в этой дырке в заборе, да, арка Вятского Кремля, там просто были десятки раз больше. То есть... Ну, один из исторических наших, да, таких объектов. Да, и эта история никакого отношения к чиновникам не имеет. Да, там, помогать, смотри, товарищ Стимуков с какими-то вещами, но это все равно частная стила и делается девушке и, в принципе, если брать любой наш какой-то исторический дом в Кировской области, в Кирове, то, в принципе, ничего не делается. То есть, ну, я башню выкупил, потом посылка в Иранском районе я выкупил дом крестьянина, восстанавливаю, вот девушки делают арку, и то есть это все частная стила. Музей шоколада, музей мороженого работает просто идеально, да, в Кирове. Ну, там тоже огромное количество туристов всегда, но со стороны чиновников не делается ничего. Вот ты общаешься с этими людьми, которые приезжают, в том числе, из других стран. Что ими движет? За какими эмоциями, впечатлениями они сюда едут? Вот именно исторических их аспект интересует в первую очередь, или что-то еще? Что толкает? Ну, из тех, которые были у меня, 20% это работа, то есть они являются там, рекомендированы в Россию, в какой-либо фирме, там, или, допустим, телевизор какой-нибудь, а 20% это истории родственников, какие-то жены, мужья, ну, то есть когда у них один из родственников из России, они из другого, ну, как бы из его, и они на каникулах приезжают на родину своего любимого человека, и, собственно, их интересует просто, что здесь происходит, что вообще есть, они ищут, и приходят. Ну, в общем, это личная заинтересованность, скромная, да, я бы сказал, какая-то вот связь такая историческая. Да, то есть они не специально посмотрят Россию, а вот когда у них есть вот точка притяжения в виде родственников, да, и каких-то там людей, или по работе, то они уже прибывают сюда и ищут, чем себе развлеченный сук, изучают страну как-то вот такое. Очень многие восхищения купеческим наследием Кировской области, в тот же мере, там, Геральск, Лужин, Слободской, просто людей, ну, очень сильно восхищают. Очень много задают вопросов, почему все в таком состоянии. Допустим, вот я вожил людей на пивзавод, критический, заброшенный пивзавод на Слободском. Слободском, опять же, да. Там два огромных корабля на крыше, и все, для меня, вот, иностранцы, типа, сколько здесь населения, я отвечаю, это 32 тысячи, а, Никита, почему он у вас в таком виде? У нас бы там, в каком городке, 32 тысячи, это был бы какой-нибудь большой культурный центр и галереи оформления искусства, который бы генерировал, там, миллион долларов в год, как минимум. Это была точка потяжения. А почему у вас, как бы, так? Я пожимаю плечами, нет цвета. Да, вот зачастую так и приходится, только лишь пожимать плечами и разводить руками, не в силах найти какую-то действительно вескую, объективную причину. Почему у нас разруха такая зачастую? А если, Анатолий, продолжать развивать вот это направление именно частных инициатив, да, когда человек действительно вот решает что-то в собственность буквально приобретать и возрождать, развивать, какая поддержка, на твой взгляд, требуется в настоящее время? Как помогать? Кто должен помочь? Ну, на самом деле, много грантов федеральных, да, на внутренний период, на его развитие. Вы, допустим, нестили в истории прошлой недели, когда дедлайн заявок был 25 июля, то есть это вчера, а пятницу после обеда им спорта, им молодежной политики, бармен, да, Гера, а он скинул по муниципалитетам заявки, типа давайте прямо срочно у нас не хватает заявок, надо что-то отправить в федеральное предприятие, чтобы получить деньги. То есть на пятницу после обеда скидывают, он скидывает, чтобы они успели что-то сделать и в понедельник, чтобы он уже отправил, как бы, его наверх. Ладно, мы успели, да, мы там сделали две заявки на кемпинг и на разработку туристических маршрутов, но эта заявка была вторая. Я думаю, что в дементуризме, в Кировском, в дементуризме, просто, да, ему нужно прийти, об этой истории знали, наверное, месяц-полтора назад, когда она объявлена, а почему-то отправили в последний момент для галочки, как-то так получается. То есть, может, или начать просто работать хотя бы, выполнять свою работу вовремя, а не в последний момент, может, тогда что-то изменить. Качественно делать то, что от них требуется, да? И так на каждом уровне хотелось бы. Может, даже некачественно, а просто хотя бы начать работать, хотя бы немножечко. То, что сейчас вообще работает, практически не видно. А по поводу федеральных властей, там, мне кажется, все четко. Именно у нас ломается что-то на этапе области, да, правительства региона и более мелких чиновников. То есть, сверху, насколько я вижу, как это все происходит, потому что есть кредитовские гранты, есть гранты различных госструктур, типа «Газпрома», «Роснефть», «Сбербанка», и они самоцелены на развитие внутреннего туризма. Там хорошие деньги, очень хорошие условия, минимум бумаг. То есть, в этом плане все делается как бы очень четко. Но часто нужны подтверждения какие-то от местных администраций, от муниципалитетов. И вот часто, я сам не подаю на гранты, да, но как бы считаю, то есть, что они такой, не очень подходящий для себя. Но мои знакомые, которые занимаются этим, у них часто, условно, в написании подготовка грантов занимают там, условно, две-три недели, и потом еще месяца-полтора занимают бюрократию наши бумаги, это согласование в администрации, какие-то подписи, еще какие-то дивизии. В общем, человек нам поставит такую подпись, что он не против. В общем, эти бюрократические моменты тоже, они тут серьезные препятствия, да, составляют. Еще один вопрос у нас, немного времени. Встречаешь, слышишь ли ты вот такие возгласы и мнения о том, что, да ничего у нас не получится, да все у нас, вот как было, так и будет. Все вот это неприглядно, не очень, неказисто, браться за это бессмысленно, потому что бесполезно этим заниматься, и пытаешься ли ты переубедить этих людей? Ну, конечно, в первую очередь личным примером, да, я бы тут сказал, но вот что бы ты сказал тем людям, которые считают, что у нас вообще тут смотреть нечего и отдыхать у нас невозможно там, развиваться? Нет, не согласен, не согласен категорически. У нас по Киру постоянно огромное количество экскурсий и пешеходных, и частных музеев, опять же, приведу к примеру, музей шоколады и мороженого, там просто идеально у них работа проводится, постоянно куча народов, все уходят очень счастливо, то есть, наверное, бизнес прямо подходит. Я думаю, что будущее за этим, то есть, когда частные руки, раз у государства не получается, а у них как-то интересы к этой работе, то участники, наверное, сделают все, а по сути у нас есть на что, то есть, когда у меня переезжают большие компании, это минимум 4-5 дней, только Киров, Слободской и ближайший, там, Чпец, Каримтор, да, тоже прекрасный пример, музей железной дороги. То есть, все это есть, и, в принципе, если человек захочет отдохнуть, там, две недели в Кировской области, он даже все равно все не увидит, и он уедет сюда удовлетворенным, да, плюс цены, опять же, огромное количество кафешек, ресторанов, различного уровня, вкусные, недорогие, и когда вот мы ходим с гостями, вот это кировские кафешки, они просто ощущения от этих цен, и говорят, хоть свадимся, приезжай, и не жена, но только как бы качественная, и при этом цена очень хорошая. Это так называемый, да, гастрономический туризм, когда можно приехать, да, это, да, очень большая, серьезная составляющая, конечно, всей индустрии. Не знаю, может быть, немножко такой фантастичный вопрос, утопичный, может быть, отчасти, вот, какой ты видишь эту сферу, Анатолий, через 10 лет? Какой бы хотелось, какой бы хотелось видеть, да, вернее. Я бы хотел, чтобы было больше доверия с взаимной работой между чиновниками, которые это отвечают, и теми субъектами, которые двигают это вот вперед. Это первое. И второе, наверное, все-таки выделять из муниципального и областного бюджета деньги на ремонт исторических зданий, прямо составить список, и каждый год по два, по три реализовывать. И плюс, я знаю огромное количество, людей, которые хотят купить что-то в Кирове, хотя в более-менее нормальной цене, чтобы восстановить, но пока еще не знаю одного примера, когда в Кирове продали историческое здание, кроме вот, получается, прикрестка Спасского-Ленина, когда они выставили наукцион за рубль и вышло на 160 тысяч здания, да, больше таких примеров за последний дефект в Кирове не было. Не можете содержать, да, это тем, кто может содержать. И люди сами сделают, не мешайте. Тут представьте, ничего сложного, пусть они просто сидят в нижнем, съедят в Казани, съедят в Вологду, как там это работает. То есть, когда бюджет расправляется, он просто дает с тем, кто может справиться, еще и получат прибыль с этого, и красивое здание, и не грать их денег. Спасибо. Ну, опять же тут надо поработать. Да, спасибо. К сожалению, время у нас заканчивается. Благодарю Анатолию Курбатова, координатора движения Красивый Киров и владельца исторического объекта в городе Слободском, объект в виде башни. Многие уже съездили, побывали, и многие только еще собираются там провести время. На этом истекает время, отведенное для программы «Народное мнение». Вот тут пытаюсь краем глаза на общефедеральном сайте, где можно оставить отзывы о посещении тех или иных городов, найти положительный отзыв. Вот нахожу. Киров понравился. Музей, сам старый город, кафе, люди тоже понравились. Хочется снова приехать. Вот давайте на этом положительном моменте и будем завершать сегодняшнюю передачу. Благодарю. Послушать программу можно в записи. Будет на нашем сайте эхокирова.ру. До следующей недели. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение.